В этом ролике мы распакуем Mavic Mini Combo, зарядим его, активируем, скачаем приложение, авторизуемся и настроим его перед первым полетом. Смотрите этот ролик до конца, надеюсь, будет полезно. Итак, давайте распакуем наш Mavic Mini Combo и посмотрим, что там есть у нас в комплекте. Итак, в комплекте Mavic Mini Combo. У нас идет чехол, в этом чехле у нас Mavic Mini, пульт управления, зарядная станция, запасные пропеллеры. Я надеюсь, они нам не понадобятся, провода для зарядки нашего Mavic Mini, отвертка, два USB кабеля и запасные рычажки. У нас идет блочок для зарядки наших аккумуляторов. В комплектации Mavic Mini Combo идет три аккумулятора, в комплектации Mavic Mini идет один аккумулятор. Это защита на пропеллеры и кейс. Итак, первое, что нам нужно сделать после распаковки нашего Mavic Mini Combo, это зарядить наши аккумуляторы и наш пульт управления. Давайте сделаем это. У нас есть три аккумулятора. Каждый из аккумуляторов, они абсолютно три одинаковые, каждый из аккумуляторов в комплекте при первой распаковке, они неактивны. Чтобы их активировать, нам нужно их зарядить. Чтобы их зарядить, нам нужно взять зарядный хаб, либо зарядная станция еще ее называют, ставить три аккумулятора. Раз, два. Вы никак не перепутаете. Видите, здесь только один разъем, он смотрит только в одну сторону, поэтому по-другому вы просто аккумулятор не ставите. Три. Ставили три аккумулятора. Также у нас есть еще быстрая зарядка для наших аккумуляторов. При помощи именно этой зарядки аккумулятор заряжается около 40-50 минут. Он идет в комплекте с нашим Mavic Mini Combo. Если вы возьмете обычную зарядку от телефона, ваши аккумуляторы будут заряжаться в разы дольше. Итак, чтобы поставить на зарядку наши аккумуляторы, нам нужно взять USB кабель. Таких в комплекте идет два. Здесь на одном конце USB, на втором microUSB. USB вставляем в Fast Charger. На зарядной станции у нас есть два разъема. Первый разъем для зарядки аккумуляторов. Второй разъем. При помощи этого разъема вы можете наоборот от аккумуляторов, которые вставлены в зарядную станцию, заряжать ваш телефон. Мы это либо телефон, либо еще что-то. Я покажу чуть позже. Сейчас мы посмотрим, как заряжать наши аккумуляторы на Mavic Mini. Вставляем microUSB в зарядную станцию. Второй разъем вставляем в питание. Каждый аккумулятор не активен. Как только мы поставили его на зарядку, он активируется. Вот только что он активировался, и пошла быстрая зарядка. Как только аккумулятор зарядится, полностью вот здесь 4 светодиода, они будут постоянно гореть белым цветом. Зарядная станция заряжает аккумуляторы по очереди. Сначала первый, затем второй, затем третий. Примерное время зарядки около 40-50-55 минут каждого аккумулятора. Вот он пошел сначала первый, потом перескочит на второй, потом на третий. Также вы можете заряжать два аккумулятора одновременно. Чтобы зарядить два аккумулятора одновременно, вы можете заряжать еще один аккумулятор через сам квадрокоптер. Для этого нам нужно взять аккумулятор, вставить в Mavic Mini. Здесь тоже вы не перепутайте, здесь только один разъем, он смотрит в одну сторону. Закрываем. Берем, например, второй, наш шнур microUSB. Он абсолютно одинаковый, точно такой же, как и этот. Он предназначен для зарядки либо пульта управления, либо второго аккумулятора одновременно. Затем нам нужно взять, лучше всего приобрести точно такой же fast charger, который будет заряжать наш аккумулятор 40-50 минут. Если возьмете телефон, он будет заряжать гораздо дольше. Мы взяли второй fast charger, вставляем все то же самое, вставляем нашу в сеть и вставляем в Mavic Mini. Здесь все то же самое, наш аккумулятор пошел заряжаться. Видите, этот блок, он не для быстрой зарядки. И аккумулятор заряжается, а нет, вот он пошел тоже fast charger, тоже быстро. Если чем медленнее заряжается аккумулятор, тем медленнее моргают светодиоды. Теперь, как видите, два аккумулятора одновременно заряжаются. За 50 минут мы зарядим два аккумулятора. Все, что нам осталось, это зарядить наш пульт управления. Очень часто нам задают этот вопрос, как зарядить пульт управления. Пульт управления имеет только один разъем. Он находится, если смотреть на него с лицевой стороны, слева. То есть один разъем. Этот разъем часто многих пугает, потому что он квадратной формы. На самом деле это обычный microUSB. Два провода, которые идут в комплекте, они подходят для зарядки этого пульта. Просто вставляете и второй разъем вставляете в зарядный блок. Пульт управления в комплекте идет сразу полузаряженным. Зарядка пульта управления занимает где-то часа полтора. Пульта хватает около 6-5 полетов. Все, нам остается в первую очередь зарядить хотя бы один аккумулятор и пульт управления. Давайте перейдем к следующему. Следующее, что нам нужно сделать, это скачать бесплатное приложение DJI Fly, авторизироваться там. А затем уже перейдем к активации нашего Maik Mini. Смотрите дальше. У нас уже зарядился один аккумулятор. Наши светодиоды горят постоянно белым. И зарядная станция переключилась на второй аккумулятор. Пока происходит зарядка пульта и других аккумуляторов, мы перейдем к следующему пункту. Установим приложение DJI Fly на наш телефон, а также пройдем регистрацию там. Для этого нам нужно взять наш телефон. Android это Play Market, iPhone App Store. Заходим в приложение, пишем DJI Fly. Нажимаем поиск. DJI Fly, вот оно первое. Нажимаем Open. У меня она уже скачена, вам нужно нажать скачать. Разрешить нажимаем. Разрешить. Это реклама, ее можно пропустить. Нажимаем разрешить, все разрешить при использовании. Здесь он просит соглашение. Нажимаем согласиться, мы все прочитали, конечно. Я разрешаю ему все, улучшение не сейчас. Итак, для того, чтобы зарегистрировать аккаунт на DJI Fly, нам нужно ввести номер телефона или адрес электронной почты. Мы введем адрес электронной почты. Market. Собачка. Gmail. Ком. Готово. Далее. Теперь нам нужно, пароль должен быть от 8 до 20 символов и содержать буквы, цифры или специальные символы. Мы придумаем пароль к нашему аккаунту. Это не пароль от почты. От почты. Ввели 8 цифр, 1 букву. Нажимаем готово. Теперь нам нужно ввести капчу. VNGL. Готово. Отлично. Мы создали аккаунт DJI Fly. Можно почитать руководство для начинающих, либо пропустить его. Я нажимаю пропустить. Итак, мы создали аккаунт DJI Fly. Следующий наш пункт – это подсоединить телефон к нашему пульту управления. У нас есть три кабеля под разный тип телефона. Под iPhone, Type-C и microUSB. Под iPhone наш Lightning. У нас iPhone, соответственно, нам нужен кабель Lightning. Этот кабель вставляется в один разъем, через который мы заряжали наш пульт управления. Вставляем. То есть здесь, где DJI написано, мы вставляем сам пульт. Вставили. Отлично. Теперь в пульте управления у нас также есть два рычажка управления. Они съемные, мы накручиваем на пульт управления, чтобы они нам не мешали. Очень часто нам задают вопрос, какой сюда влезет телефон. Влезет ли мой телефон в пульт управления. Практически все телефоны, которые есть на рынке, они влазят в этот пульт управления. Сюда, правда, что сложно будет поставить планшет. Кстати, о планшетах. Планшет тоже можно подключить к этому пульту, но вам потребуется кабель OTG. И планшет не совсем адаптирован на приложение DJI Fly. Могут быть глюки, учтите это. Итак, мы вставили наш провод в пульт управления. Вставляем телефон. Мы подключаем сразу разъем к телефону. И вставляем телефон в пульт управления. Телефон достаточно хорошо держится в пульте управления. Здесь прорезиненные вкладки, поэтому ваш телефон будет держаться достаточно хорошо. У меня еще ни разу не упал за все время. Итак, мы подключили наш телефон, создали аккаунт, зарядили наш пульт, зарядили аккумуляторы. Следующий пункт. Нам нужно включить наш дрон и активировать Mavic Mini. Итак, перейдем к следующему пункту. Первым делом нам нужно отклеить все ненужные наклейки с нашего DJI Mavic Mini. Раз. Пропеллеры тоже. Два. Перед каждым включением нужно снимать обязательно крышку с нашего Mavic Mini. Не забывайте это делать. Это как палец сцепления в машине. Снимайте крышку перед каждым включением дрона. Она снимается достаточно легко. Одним нажатием. Хоп. И обязательно надевайте ее при транспортировке. Наш Mavic Mini в сложенном виде. Чтобы его разложить, передние лучи, вот эти, сразу с них. Раз. Два. Затем нижние лучи, они открываются немного иначе. Просто вниз. Три. Четыре. Обратите внимание, что на каждом из лучей есть единичка. Раз. Два. Какой последовательности нужно раскладывать наши ноги? Следующее. Нам нужно вставить аккумулятор в наш Mavic Mini. Это происходит через вот это отверстие. Просто поднимаем нашу крышку. Берем аккумулятор и до щелчка вставляем в наш квадрокоптер. Закрываем крышку до щелчка. Все. Mavic Mini можно включать. Итак. Мы установили приложение DJI Fly. Создали аккаунт в нем. Зарядили аккумулятор. Зарядили пульт управления. Подключили наш телефон к пульту. Следующий пункт. Нам нужно активировать наш Mavic Mini. Чтобы его активировать, нам нужно включить дрон. Включается дрон именно на вот эту кнопку. Одно нажатие показывает уровень заряда аккумулятора. Второе длинное нажатие включает наш Mavic Mini. Раз. Два. Оп. Наш Mavic Mini включен. Как только Mavic Mini включился, задний светодиод начнет моргать либо белым, красным, желтым, либо зеленым. Следующее. Нам нужно включить наш пульт управления. Пульт управления включается в правом верхнем углу. Есть кнопка. Первая короткая. Она показывает, сколько заряда аккумулятора. И вторая сразу же длинная до звукового сигнала. Включили дрон. Включили пульт. Затем нам нужно дождаться, пока пульт управления соединится с нашим Mavic Mini. Как только они соединятся, у вас в приложении появится надпись «Подключи дрон». Либо задний светодиод начнет моргать зеленым, либо желтым. Не так быстро. Включили. Ну что же. Первый раз это может быть долго. Итак, если наш Mavic Mini не видит пульт управления, нам нужно нажать «Подключить дрон». Видите, в нижнем углу идет поиск дрона написано. Немножко подождем. Невозможно подключиться к дрону. Нажимаем. И здесь у нас есть инструкция. Нам нужно нажать кнопку «Сопряжение». Взять наш Mavic Mini и удержать на 4 секунды вот эту кнопку. Раз, два, три, четыре. До звукового сигнала. Отлично. Итак, кнопка «Поехали». Теперь, первый раз перед включением нашего Mavic Mini, нам нужно будет его активировать. Активировать Mavic Mini. Нам нужно нажать клавишу «Согласиться». Выходит наша почта. И нажать кнопку «Активировать». Хочу сказать, что ваш телефон должен быть соединен с интернетом каким-либо образом. То есть, для того, чтобы Mavic Mini соединился с сервером и активировался. Нажимаем «Активировать». Буквально 5-10 секунд и дрон активируется. Дрон активирован. Нажимаем «Окей». Итак, мы активировали наш Mavic Mini. Следующее, что нам нужно будет сделать – обновить прошивку нашего дрона. Давайте перейдем к следующему пункту. Давайте переступим к следующему пункту. Обновим прошивку нашего дрона. Делается все элементарно. Мы подключили телефон, включили пульт, включили наш Mavic Mini. В верхнем углу, вы видите, требуется обновление, безопасность полета, клавиша «Обновить». Все, что нам нужно – нажать «Обновить». Идет скачивание сначала прошивки и затем установка. Не забывайте, что ваш телефон должен быть подключен к интернету. Иначе он никак не скачает обновление. Здесь у нас пошли проценты. В зависимости от прошивки, дрон обновляется в течение 10 минут. Но для того, чтобы его правильно обновить, у вас должен быть заряжен аккумулятор больше, чем на 50%, и пульт управления больше, чем на 50%. Во время скачивания и установки прошивки не трогайте ваш дрон и пульт управления. Нужно, чтобы прошивка установилась на 100%. Также делать прошивку можно через программу, через компьютер. Но это гораздо сложнее. Сейчас DJI все максимально упростили. Просто в одно нажатие вы можете установить прошивку на ваш Mavic Mini. Итак, уже 47% идет обновление. Мы сейчас обновим прошивку, а затем настроим самые основные настройки Mavic Mini перед первым полетом. Итак, пока идет установка прошивки, я расскажу про защиту. Защиту мы рекомендуем одевать только для полета в помещении, либо если вы летаете рядом с детьми, либо, например, с животными, чтобы не поранить их. Потому что защита ограничивает высоту 30 метров и дальность полета 50 метров. Также защита увеличивает вес нашего дрона и парусность дрона. То есть им становится чуть сложнее управлять и вы теряете время полета. Обычно Mavic Mini летают около 22 минут, 20-22. Защита он будет летать на пару минут меньше. Частая ошибка это запустить ваш Mavic Mini в помещении. В помещении очень легко разбить дрон, потому что он стабилизируется при помощи датчиков, которые расположены снизу. Если будет плохое освещение, эти датчики могут не работать. Вы можете угробить ваш дрон. Итак, данные безопасности полета обновлены. Нажимаем клавишу «Поехали». Итак, давайте перейдем к нашим настройкам. Сейчас дрон в верхнем левом углу пишет «Нет GPS». Мы сейчас находимся в помещении, поэтому GPS дрон не ловит. Именно поэтому мы говорили, что вам нужно запускать дрон только снаружи. Какие настройки нужно произвести? Первое. Нажимаем правом в верхнем углу три точки. Максимальная высота полета. Сейчас стоит 120 метров. Мы всегда ставим 500. Максимальное расстояние без ограничений. Высота. Это высота возврата в точку взлета. Дрон возвращается в трех случаях в точку взлета. Если теряется сигнал пульта с дроном, если вы зажимаете в левом верхнем углу кнопку возврата на 3 секунды, а также если разряжается аккумулятор дрона. Высоту возврата лучше ставить выше всех препятствий. В основном это около 100 метров. Также нам нужно откалибровать наши IMU датчики и откалибровать компас. Как это сделать? Мы записывали ролик. Пожалуйста, обязательно посмотрите его. Будет очень полезно. Спасибо за просмотр. Надеемся, наш ролик был полезен для вас. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok